Всем привет! На просторах ютуба очень много разных людей. Разные мнения и взгляды. В комментариях кипят страсти по разным темам. Обсуждают музыку, разные гаджеты, автомобили, кулинарные рецепты, моду и так далее. Мои познания формируют мое мнение. Если я не прав и мои знания ложны, поправьте меня в комментариях под роликом. Ну-с, приступим-с! Вот представьте такую картину. Стоит гроб спокойный. За круглым столом сидят родственники и врачи, включая патологоанатом. Они обсуждают скоропостижную смерть усопшего. В причинах смерти, к примеру, сердце. И вот все в один голос говорят. Он делал обследование в 25 лет. Ну, например, для трудоустройства. И был здоров как бык. Тут сестра покойного вспоминает, что Несколько лет назад он говорил мне, что кольнулось сердце. Кардиолог в ответ. Вот тогда и надо было обратиться ко мне. Я бы выписал копеечные капли, он бы пропил их и все бы было хорошо. Включается в разговор супруга. Да, три года назад у него прихватило сердце. И он два дня отлеживался. Я ему говорила, давай вызовем врача. А он, не надо, мне уже лучше. Врач. Ну что же вы не настояли? Я бы выписал уколы и все бы нормализовалось. Ну, хоть события вы поняли. Светлая память о самом хорошем и дорогом человеке всегда останется в сердцах родных и близких людей. Но как на это посмотрят окружающие, если эти родные и близкие люди начнут на каждом перекрестке убеждать всех встречных поперечных признать величие похороненного человека, а не согласных отправлять в банк. Простите, оговорились. Не согласны развешивать люлей, материть и унижать их и их окружение. Любое государство – это живой организм. Только вместо органов – министерств. Союз Советских Социалистических Республик не был исключением. В могучей стране-организме была Советская Армия. Надеюсь, функцию армии объяснять никому не нужно? Так вот, армия в своих действиях никогда не руководствуется ничем, кроме приказа. Этим она и отличается от всех других органов. Являясь важнейшим органом государства, повторюсь, важнейшим, стоящим на защите государства, она не смогла предотвратить распад Советского Союза. В 1991 году ее мощь оказалась бесполезной. Армия не встала на защиту государственного конституционного строя. По-моему, в то роковое время произошел отказ всех органов страны. Я не знал вашего светлого и доброго государства, поэтому не принуждайте меня его любить, боготворить, уважать, прославлять и так далее. Интересный факт. Россия могла умереть еще в 1612 году, но нашелся врач в лице Минина и Пожарского, и она выжила. Не зря говорится. Одна голова хорошо, а две лучше. Раз. Один в поле не воин. Да. Два дебила – это сила. Нет, нет, это не надо. 4 ноября Россия отмечает День народного единства. В наши дни на главной площади страны стоит в честь этих спасителей памятник. Каким же запомнила Россия врача, который спас ее от неминуемой гибели? Давайте посмотрим. Князь Дмитрий Михайлович Пожарский. Это понятно. Родился 1 ноября 1578 года в семье князя Михаила Федоровича Пожарского. В 1598 году он имел придворный чин стряпчего с платьем. Обязанностью таких дворцовых чиновников всегда сопровождать царя, при необходимости нася за ним атрибуты гардероба, шубу, рукавицы, шапки, зонт, тапочки и так далее. Пожарский скончался в Москве в апреле месяце 1642 года в возрасте 64 лет. Он был похоронен в родовой усыпальнице в Суздаль. Минин. Вторая половинка спасителя – это темный лес. Минин. Это что? Фамилия, имя, отчество или прозвище? Из старинных документов известно «Бывший воин Кузьма Мининс Сухоруки». В них именно так написано. Если Сухоруки – это прозвище или фамилия, то Мининс – это получается отчество? До момента его воззвания к Нижегородцам – скуднейшая информация. До 1612 года Кузьма держал мясную лавку в Нижнем Новгороде и имел небольшой доход. То есть он был торговцем. После 1612 года он прожил 4 года и умер в 1616 году. Получается, Мавр сделал свое дело? Мавр может уходить? Вам не кажется странным, что в 1612 году при угрозе распада Руси нашелся продавец мяса, который и спас страну? А в 1991 году в СССР никого не нашлось. Даже армия не попыталась сохранить страну и конституционный строй. Давайте поближе рассмотрим памятник Минину и Пожарскому. В православной стране Пожарский креста не имеет, а крест Минина вгоняет в тупик. Что за крест и где подобные кресты встречаются? В архиве «Кресты мировой истории» ничего подобного я не увидел. Объявляю конкурс. Вот эту тысячу рублей получит тот, кто пришлет мне ссылку на историю или любую информацию про такой же крест. Моя почта указана в разделе «О канале». Ссылки в комментариях, скорее всего, YouTube заблокируют. Поэтому пишите мне в почту. Коль мы заговорили про крест и веру того времени, хочу поведать то, что знаю я о Никоновской реформе 1653 года, о которой не принято вспоминать и тем более говорить. Возреарх Никон, он же Никита Минов, как отмечают очень многие историки, отличался не столько своими познаниями, сколько жестокостью и властностью. В процессе реформы жестоким образом подавляли верующих, чьи чувства были оскорблены и кто осмелится противиться. В итоге ортодоксальную церковь и древнюю религию уничтожили. Давайте небольшой эксплейнер. Как русские староверы вообще здесь очутились? Как вы знаете, в 17 веке в России произошел церковный раскол. Староверов начали вытеснять из центральной России все дальше и дальше на восток, пока, наконец, начало 20 века, они не оказались в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, где жили общинами, и их там было очень много. Потом случился 17 год, пришли большевики. Понятно, что староверы были для них враги. Классовые, идейные, любые. Начались репрессии. Староверы вынуждены были все бросить, что они нажили за века, и бежать в Китай. В Китае они благополучно живут еще несколько десятилетий. Снова все вокруг них процветает, потому что они истово и по-настоящему трудятся на своей земле своими руками. После Второй мировой войны в Китай приходят коммунисты. Опять начинаются репрессии. Староверы опять вынуждены все нажитое бросать и бежать дальше. Бегут они в основном как раз сюда, в Южную Америку. В последующие десятилетия они расселяются по всему континенту. Их также очень много в Соединенных Штатах, но вы знаете свойства Америки. Эта страна перемалывает всех, кто в нее приезжает. И через несколько поколений довольно быстро староверы в том числе становятся американцами. Здесь другая ситуация. Эти люди, которые расселились по Южной Америке, до сих пор в полном смысле русские. Со своим языком, своими традициями. И с той России внутри, которая давно пропала. Сожгли все старые книги. Из костров было извлечено более 650 килограмм медных книжных застежек. Горели не только книги, но и люди. Никон, который отличался особой жестокостью, лично приветствовал все расправы над восставшими. Тысячи людей погибло, выступая против реформаторских идей московского патриархата. Очень много людей бежало из страны в те времена. Где сейчас живут потомки бежавших, по ссылке в описании к видео. В следующем ролике я наглядно покажу вам суть выражения. Кто не знает историю, тот не имеет будущего. Огромное человеческое спасибо всем, кто откликнется на розыгрыш и просто прокомментирует этот ролик. До свидания! Благодарю за внимание!